И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Как уютная кровать из места отдыха может превратиться в постоянное напоминание о жутких событиях, до чего может довести обычный зуд человека, лишенного поддержки самых близких. Что не нужно делать, чтобы воображаемый друг твоего ребенка превратился в сущий кошмар для окружающих. Мы продолжаем изучать таинственный и пугающий мир короткометражек. Мир, который показывает нам самые темные уголки человеческой души. С вами Фантом. Погнали. Убирайся отсюда, мутант гребаный! Фильма «Кровать» происходит в пределах одной небольшой квартиры. А молодая женщина из мученного вида – единственный персонаж, которого мы увидим на экране. Итак, девушка по имени Мэдлин обнаруживает, что задремала на диване перед включенным телевизором. Пока киногерои ведут свои незатейливые диалоги, она пытается уснуть опять. Однако, резкий звук из другой комнаты полностью срывает планы Мэдлин выспаться. Героиня встает и медленно направляется к двери, за которой и таится источник неожиданного скрежета. Едва Мэдлин протягивает руку, дверь открывается сама собой. И вот, в темной комнате мы видим… Нет, там нет ни ужасного монстра, ни одинокого привидения. Лишь незастеленная кровать стоит в центре спальни. Однако, по какой-то причине, этот предмет мебели сильно напрягает нашу героиню. Немного постояв в дверях, Мэдлин возвращается в гостиную, где в ужасе увидит, что диван, на котором она спала пять минут назад, охвачен пламенем. Но никаких попыток погиб… Как же ей посрать, она вообще на это смотрит такая, ну, обычная ситуация. Гасить огонь или хотя бы вызвать пожарных девушка не предпринимает. Вероятно, внезапно… Опять диван горит, блин. Возникшее пламя действует сугубо направленно, поскольку ничего кроме дивана оно не уничтожает. Сап, двать! Мур-мур-мур-мур! Много посмотрев на то, как догорает уютный диван, Мэдлин с обреченностью жертвы отправляется в спальню, где ее ждет одинокая кровать. Видимо, нечто обитающее в спальне давно ожидало прихода Мэдлин, поскольку дверь с шумом захлопывается, стоит лишь девушке переступить порог комнаты. Несмотря на то, что кровать выглядит более чем удобной, Мэдлин устраивается на полу и до самого утра лежит с открытыми глазами. Ведь стоит героине замкнуть веки, как кровать будет ее громким лязгом. Словно кто-то невидимый не оставляет ей ни малейшего шанса уснуть. Свет солнца и пение птиц не приносят облегчения. Мэдлин делает все, чтобы не уснуть. Пытается читать книгу, делает зарядку, бесцельно ходит по комнате, а то и просто смотрит в потолок. А в это время на автоответчик приходят все новые и новые сообщения. Социальная жизнь девушки дает глубокую трещину. Мы узнаем, что за время изоляции от внешнего мира Мэдлин успела потерять работу, друзей. Но пока говно вообще не страшно. И даже родители девушки оставляют равнодушное сообщение, в котором без особого сожаления интересуется, не умерла ли она. Наступает вечер, и бороться со сном становится просто невыносимо. Девушка решает застелить столь пугающую ее ховачь. Сап, двадцать! Мур-мур-мур-мур! Вопрос всей моей жизни. Это ты озвучивал, Пцмовиас? Да, я. Некоторое время все идет по плану. Спасибо за сто рублей на балле. Но, когда Мэдлин расправляет простынь, она видит за ней жуткий черный силуэт. Фантомас. Слышится женский крик. Кровать начинает трястись, и героиня понимает, что этот театр теней показывает сцену изнатилования. Простыня падает из рук, и наваждение исчезает. Понятно, ну, блядь. Духом Мэдлин все-таки заправляет кровать. Но тут под простыней вырастает фигура. Член у кого-то встал, там просто чело лежит, невинно за хуйму. Вид, который не сулит ничего хорошего. Наша героиня, поборов оцепенение, набрасывается на незваного гостя, и начинает его душить. Перед Мэдлин калейдоскопом проносятся последние события ее жизни. И вдруг все исчезает. Героиня сидит на кровати, сжимая в руках обычную простыню. Наступает утро. Мы видим лежащую в кровати Мэдлин. Героиня выглядит умиротворенной, и на ее лице мелькает слабая улыбка. Мучивший девушку страх ушел в прошлое. И теперь, судя по всему, она готова начать новую жизнь. В этой короткометражке явно прослеживается тема домашнего насилия. Героиня, судя по всему, стала жертвой. Нечто страшное произошло на той самой кровати, превратившейся в объект ее кошмаров. Мы видим, как девушка погрузилась в глубочайшую депрессию и полностью утратила связи с внешним миром и реальностью. Кровать пугает Мэдлин. Стоит девушке закрыть глаза, ожившая мебель сразу издает металлический скрежет. В конце героиня решает встретиться со своим кошмаром один на один. И выходит из этого противостояния победительницей. Страх, представший в образе черной фигуры, задушен. Кровать больше не живет своей жизнью. А сама Мэдлин может наконец-то выспаться. Ну, блядь, смысл понятен, но говно. Вообще. Ни о чем. Чесотка. Психологические проблемы способны не только вызывать тяжелую депрессию, как у Мэдлин. Иногда они проявляются в виде физически ощутимого дискомфорта. В такой ситуации оказалась и Эдди, главная героиня короткометражного фильма Чесотка. Она живет вместе со своим парнем Энсо, однако отношения в паре далеки от идеала. Совместная жизнь превратилась в рутину и представляет собой набор повторяющихся действий и заученных фраз. Между молодыми людьми все отчетливо и ощущается холодная стена равнодушия и отчуждения. Как-то утром Энсо собирается на работу, попутно рассказывая Эдди о своих планах на день. Внезапно он понимает, что девушка не слушает, и все это время размеренно трет сковородку металлической губкой. В конце концов ему удается привлечь внимание Эдди, однако даже тогда она ведет себя отстраненно и едва ли понимает смысл сказанных слов. Оставшись одна, девушка отправляется в ванну, где во время водных процедур обнаруживает у себя на шее странное зудящее пятно. В панике она заклеивает его пластырем, а потом звонит Энсу и просит его приехать как можно скорее. Взволнованный мужчина срывается с работы, однако под пластырем он видит лишь безобидный волдырь. Энсо крайне раздосадован, ведь из-за такой мелочи он был вынужден бросить все рабочие дела. Да еще, скорее всего, обломалась встреча с коллегами за кружкой пива. Но вида он старается не показывать. Ночью Эдди снятся сотни ползающих муравьев. При этом она расчесывает себе голову. Проснувшись, девушка обнаруживает в руке клок вырванных волос. Эдди бросается в ванну, где начинает лихорадочно осматривать голову. Да, она действительно лишилась части волос. Однако она скрывает этот факт от своего парня, списав свое странное поведение на бессонницу. На следующий день у Чесутки возникают новые симптомы. Все тело Эдди неимоверно зудит. Она пускает в ход вилку. А когда зуд становится совершенно нетерпимым, прижигает разодранную рану газом, горящим на плите. После таких событий Энсо, понятное дело, отправляет свою девушку к психиатру. Однако врач ограничивается лишь общими вопросами. Советует немного отдохнуть, а Чесотку списывает на самовнушение. С вас пять тысяч. Человеку приходит девушка, которая чесалась-чесалась до рана, а потом начала прижигать. Да, просто отдохните. С кем не бывает? Я вот себя расчленил, просто снимает халат, там кишки болтаются. Ну вот, стресс на работе, жена еще. Надо просто отдохнуть. Идите, вот он, таблеточки с вас пять тысяч. Но состояние Эдди только ухудшается. Теперь девушка замечает, что все окружающие люди начинают неистово чесаться. При этом звук ногтей, скребущих кожу, со многократным усилением звучит у нее в голове. Эдди кажется, что она вот-вот сойдет с ума. В магазине она покупает кучу различных кремов и мазей, но даже они не могут унять с каждым часом нарастающий зуд. Рыдая, девушка разрывает ногтями плоть, и вот уже вся ванна покрыта кровавыми пятнами. Эдди пытается позвонить своему парню, однако тот сознательно ее игнорирует. Вечером Энсо, как ни в чем не бывало, заваливается домой и непринужденно зовет девушку по имени. Но тишина вместо ответа, а также красные следы на ковре, немного настораживают весельчака. В ванной же перед Энсо предстает совершенно ужасное зрелище. Кафель покрыт кровью, всюду на полу разбросаны тюбики от мази и средства гигиены. Пока мужчина в недоумении оглядывает обстановку и пытается понять, что же стало с Эдди, кто-то кладет руку ему на плечо. Энсо резко вскакивает и видит свою подругу. Однако, окровавленное платье, безумный взгляд и электролобзик в руке девушки лишают нас всякого шанса на благополучную развязку. Эдди выдает несколько малопонятных фраз, что она заразила чесоткой уже слишком много людей, в том числе Энсо, и пора положить этому конец. С этими словами обезумевшая девушка набрасывается на парня. Когда крики затихают, мы видим, как сосед Эдди и Энсо, проходя рядом с их домом, тоже начинает чесать шею. Совпадение? Возможно. В таком случае зуд главной героини носит психосоматический характер. Бессонница, охлаждение отношений с бойфрендом, возможно, другие причины, о которых мы не знаем, все это вкупе и вызвало у Эдди нервную чесотку. Психологическое состояние девушки продолжало ухудшаться. И вот она убеждает себя, что все люди, так или иначе вступающие с ней в контакт, тоже подхватывают странную болезнь. В конце концов, крыша Эдди дает серьезную течь, и она решает остановить распространение инфекции довольно радикальным способом. Да, господа, берегите свою голову. Старайтесь поменьше волноваться и поменьше погружать себя в негатив. Ну, тоже слабенько, честно говоря. Слабенько, слабенько прям. Что-то прям оба я бы даже не смотрел бы на них. Ну, давайте, может, последнее будет нормально, печенье. Надеюсь, там не про чела, который просто подавил с печеньем. Эта история начинается в стиле классических советских ужастиков. В одном городе жила-была маленькая девочка, которая очень любила печенье. О, ее вкусные. Настолько, что могла за день съесть все лакомства из банки в форме медведя, которую мама девочки заботливо оставляла на столе. И вот однажды родительница устала терпеть причуды прожорливой дочурки и совершила действительно страшный поступок. Вместо милого медведя на столе оказалась банка в виде уродливого клоуна. Надо сказать, мамаша постаралась на слабу. Клоуны сами по себе мало кому нравятся, но именно этот призывает мурашки на спины даже отъявленных фанатов творчества Стивена Кинга. Уходя на работу, матушка строжайше запрещает девочке брать печенье из банки, обещая в случае непослушания самые страшные ка... Нормаль, мать года. Но правила существуют, чтобы их нарушать. Поэтому, оставшись на следующий день одна... Какие советские ужастики, ты знаешь? Блин, про смерть, которая в лесу бродила и там черри от нее бегали и еще что-то. Вии, например, еще. Не очень заинтересованная няня не в счет, девочка с опаской подходит к клоуну и вытаскивает печенье. Ничего страшного не происходит. Лишь на мгновение на экране телевизора мелькает силуэт, слишком уж явно напоминающий жуткую морду клоуна. Шо? Девочки становятся не по себе. И она встает с кровати, чтобы найти маму. Ведь уже вечер, и она должна была прийти с работы. В одной из комнат наша героиня замечает странную фигуру, накрытую красной тканью. Решив, что это один из розыгрышей мамаши, который, судя по всему, печенье дороже психологического здоровья ребенка, девочка сдергивает ткань. Но под покрывалом она видит пустоту. В ту же секунду в комнату забегает клоун и хватает девочку. Ну, кстати говоря, прикольно. Если смотреть, может, прикольный будет момент. О, счастье, это всего лишь сон. Мы видим, как мать пытается успокоить кричащую дочь, которая заснула на диване перед телевизором. Однако, жуткая морда все еще пристально наблюдает за всем, что происходит в комнате. Ночью наша героиня пытается уснуть, но сон, вероятно, затерялся где-то в соседнем квартале. И тут девчушка поступает гораздо более разумно и отважно, чем большинство взрослых героев хоррор-фильмов. Вооружившись фонариком, она убирает жуткую банку в мешок и выходит на улицу. Найдя подходящее место, девочка начинает... Она просто съебалась, хоть знает сколько метров от дома в полной темноте. ...все силы бить мешком об асфальт. От чудовищного клоуна не должно остаться ничего. А печенье? Да, черт с ним, с печеньем. Утро начинается безмятежно. Девочка спускается вниз в прекрасном настроении и на все вопросы матери о пропавшей банке лишь разводит руками. Проходит две недели и мы видим, как няня сидит у дверей и нервно постукивая ногой ждет возвращения матери. При этом девушка то и дело поглядывает на сидящего чуть подаль ребенка. Девочка, устроившись на полу, что-то старательно рисует. Лишь только на пороге появляется мать, няня стремится как можно быстрее убраться в освоясь и чуть не забывает оплату за нелегкий труд присмотра за чужими детьми. Вошедшая мать оглядывает квартиру. Теперь все куклы и фотографии носят на себе следы жуткого макияжа, в точности как у дьявольского клоуна. Однако мать то ли не замечает, то ли игнорирует странное творчество своей дочери. Ночью девочка как ни в чем не бывало укладывается в кровать и, пожелав маме спокойной ночи, укрывается одеялом с головой. В свете фонарика мы видим жуткого клоуна, который улыбается и машет рукой своей новой подруге. Что же, воображаемые друзья, ну, с кем не бывало. У кого-то это книжки, супергерои и прочие положительные персонажи. Однако учитывая странные методы воспитания в этой семье, нет ничего удивительного в том, что наша героиня выбрала себе столь пугающего приятеля. Остается надеяться, что клоун, несмотря на свой внешний вид, способен лишь наводить ужас. А во всем остальном достаточно безобиден. вот мы познакомились еще с тремя короткометражными хоррорами. Слушайте, но третий по сравнению с первыми двумя еще более-менее. Они вообще все такие не супер вау, но третий еще хоть как-то тянет на что-то такое неприятное. Плюс я думаю, что если смотреть это не в пересказе, немножко будет лучший эффект. Первые два вообще полные абсолютно пососни. третий нормальный, более-менее. Более-менее, более-менее сойдет.